Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Эту фразу Юрий Бешенцев называет своим девизом, а сам фильм относит к числу самых любимых. И потому сила в правде теперь поедет на фронт в этих ложках, а на другой стороне название города, чтобы было понятно, от кого послание. Сейчас этим деревом сковано уже более 30 регионов. Акцию запустил рейщик из Воронежа Александр Ивченко. Деревянная ложка – это что-то очень наше. От корней, от роду, от племени. Деревянная ложка в чистой тряпице, спрятанная за голенищем – верная спутница русского солдата. Как горсть родной земли в кармане шинели или бушлата. Даже если человек, солдат, не будет ей пользоваться, это будет вот такой талисман. И такие талисманы для Юрия непривычны. Он не лошкарь. Но с деревом вплотную работает уже около 8 лет. Изучал все самостоятельно. Первые пробы были еще в 90-е. Как результат, уже более 100 работ. Их теперь и не сыщешь. Они по всей России и даже в Финляндии. В коллекции Юрия, к примеру, есть и фигурка Кузьмича из особенностей национальной охоты и рыбалки. А у самого Виктора Бычкова – заяц от ливенского умельца. Создание ложки начинается с вот такой заготовки. Это кусок липа. Из него Юрий сделает примерно 3-4 ложки. Как мы видим, он уже перенес сюда первый шаблон. И вскоре начнет обрабатывать заготовку. А точнее, бить баклуши. Конечно, фразеологизм здесь ни при чем. На пенек ставились кусочки липа, нарубались. И топором вытесывался очень черновой, очень-очень черновой. Вот как раз заготовка черновой абсолютно ложки называется баклуши. Один из самых сложных процессов – это подготовка внутренней стороны черпала. Создание того самого углубления. Уже потом все лишнее удаляется снаружи. И тут тоже легко ошибиться. Ложку можно сделать очень тонкой. Шлифовать ее не принято, но Юрий опускает это правило. Очень уж хочется сделать как можно лучше. Для формирования ложки используются очень острые инструменты. Но, несмотря на это, приходится прикладывать немалые усилия. Потому что дерево имеет все-таки очень плотную структуру. У меня с первого раза не очень хорошо получается. Поэтому также требуется еще и подготовка. И на создание ложки уходит немало времени. Много ложек Юрий сделать не успеет. А потому купил два десятка готовых и отдал их детям. Они выжгли свои послания. Какому солдату попадут ливенские талисманы – неизвестно. Как пишет Александр Ивченко, ложки он перемешивает, дабы в каждой партии была богатая география мастеров. Екатерина Головина, Илья Афоничкин, Телеканал, Первый областной.